Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Голан, добро пожаловать ко мне в гости на модный канал. Итак, сегодня у меня в видео 7 простых, беспроигрышных формул образов на лето 2020 года. Не переключайтесь! Итак, в этом видео я вам покажу и разберу по деталям 7 готовых образов, 7 готовых формул образов на лето 2020 года. Я буду использовать как базовые вещи, которые скорее всего есть в гардеробе у многих из вас, так и некоторые трендовые элементы. Образы полностью готовы к употреблению, включая сумку, обувь и аксессуары. Так что я надеюсь, что к концу этого видео вы получите капельку вдохновения и теперь точно будете знать, что вы хотите надеть завтра. И как всегда, напоминаю о том, что везде в моих видео я использую те вещи, которые сейчас реально найти онлайн у различных масс-маркет брендов и не только. То есть коллажи, готовые образы, которые я для вас составила, это образы из тех вещей, которые сейчас можно найти в реальных магазинах. И все вещи, которые я буду показывать в этом видео, залинкованы в инфобоксе. То есть, если у вас будут какие-то вопросы, какого бренда, где искать ту или иную вещь, не надо задавать эти вопросы в комментариях. Вся информация описана и залинкована в инфобоксе. И формула номер один, это грамотное использование пастельных оттенков вместе с переходным белым или бежевым цветами. Показываю сейчас, как подобные образы выглядели у лучших фэшн-блогеров инстаграм. Это всегда одинаковой насыщенности, одинаковой цветимости, красивые нежные пастельные оттенки и как вспомогательный цвет бежевый или бежевый. Итак, что я предлагаю взять? Предлагаю за базу взять конкретно этот образ в пастельных оттенках на основе белого цвета. Что нам надо для воссоздания этого образа? Конечно же, прежде всего, белая льняная летняя юбка. К примеру, берем вот эту юбку бренда Ender Stories. Это натуральный лен с запахом, очень симпатичная юбка в силуэте трапеции, который пойдет многим девушкам. Добавляем розовую льняную рубашку. Во-первых, обратите внимание, что у нас идет соответствие текстур. И снизу, и сверху лен – это уже половина успеха. И дальше мы с вами дополняем образ, полностью не выходя из рамок пастельных, то есть светлых оттенков. Нам с вами остается добавить новый оттенок в виде сумки. Предлагаю взять пастельно-зеленую сумку тоже бренда Ender Stories и белую обувь. Белая обувь, скажем так, будет визуально сливаться с цветом юбки и хотя бы немного, но все же вытягивать наш силуэт. Поэтому всегда советую, если вы сомневаетесь, выбирайте цвет обуви в цвет вашей юбки. Причем здесь я бы рекомендовала или обычные слайдеры, босоножки, сандалии на плоском ходу, или более трендовые варианты мюли. В принципе, здесь не столько важна форма самой обуви, это все зависит от того, какой обуви вы привыкли, сколько самое главное – это факт белого цвета и относительно женственных форм. Предлагаю добавить серьги с пастельными оттенками, которые будут замечательно вписываться в этот пастельный образ. И обратите внимание, очень простой, очень носибельный и в то же время женственный нежный образ готов. Кстати, я для вас подготовила такой же образ и из вещей на сайте LaModa, потому что я знаю, что, к сожалению, некоторым неудобно производить покупки на европейских сайтах, в частности, на сайте Ended Stories. Так что в любом случае и альтернативный похожий образ я для вас оставила в качестве ссылок в инфобоксе. Образ номер два – добавляем трендовую зебру. Вообще, если рассматривать принты в целом, то именно зебра стала самым культовым принтом 2020 года. Причем я буду рекомендовать вам использовать зебру именно в минимальных дозах, потому что сам по себе этот принт достаточно агрессивный. И для того, чтобы его грамотно интегрировать в ваш стиль, я предлагаю начинать с маленьких доз. Итак, я предлагаю взять маленькую сумочку багет, к примеру, как эта сумочка H&M. Кстати, стоит она совсем недорого. Или в качестве альтернативы предлагаю взять middle market сумку, которая, кстати, сейчас на моду Аберанти с хорошей скидкой продается. И у нее более трендовая форма, маленькая сумочка хоба. И добавляем очень яркие насыщенные цвета. Я еще раз подчеркиваю, что, конечно, зебра будет хорошо выглядеть и в полностью белых образах, и в полностью карамельных образах. Но так как мы с вами говорим все-таки о лете, то сейчас, именно сейчас хочется носить яркие насыщенные цвета. Так что предлагаю взять трендовые оранжевые бермуды бренда Topshop и льняную рубашку бренда H&M. Одинаковые оттенки, одинаковой светимости у этих двух оттенков, у этих двух цветов. И это аналоговое сочетание цветов, которое всегда очень миловидно и приятно глазу. Это не контрастирующие цвета, которые очень агрессивно выглядят. Это достаточно нейтральное и приятное сочетание цветов оранжевый и фуксийный розовый. В качестве дополнительных штрихов мы просто добавляем несколько маленьких черных акцентов. Черные пластиковые очки, черные вьетнамки на каблучке тоже очень трендовый элемент. И в целом у нас получается достаточно простой по своей сути образ. То есть у нас есть шорты бермуды, у нас есть обычная рубашка. Но в то же время за счет, во-первых, яркого и очень интересного сочетания цветов, а во-вторых, за счет присутствия трендовой зебры образ не выглядит скучным. Кстати, если вы не любите бермуды по той или иной причине, вы можете их заменить и на обычные брюки. И вот здесь еще один маленький нюанс. Здесь я бы не рекомендовала перегружать образ аксессуарами, потому что у нас с вами изначально идет очень активное сочетание фуксии, розового фуксии и оранжевого. И есть уже агрессивный принт в виде зебры. Поэтому здесь я бы не рекомендовала уходить в аксессуары вообще. Я бы добавила просто серьги-гвоздики, допустим, часы, если вы их носите на каждый день, и все, и ничего более. Третий образ, и поговорим опять же немного о трендах, это шорты-джинсы. Я предлагаю взять ваши старые джинсы, скини или прямые джинсы, и просто их обрезать по трендовую длину бермуд, то есть чуть выше колена. Это всегда здорово смотрится. Это простой трюк, который вам не будет стоить ничего. Я уверена, что в гардеробе у каждой из вас есть какие-то старые джинсы, которые вы не носите по той или иной причине. И в качестве основы мы берем вот этот образ одного из самых моих любимых фэшн-блогеров в Инстаграм. Что мне здесь нравится? Во-первых, у нас есть, скажем так, скрытое аналоговое сочетание цветов. Как я уже говорила, очень приятное, миловидное глазу сочетание цветов. Синего денима и зеленой рубашки. Кстати, конкретно эта рубашка манго, и это очень приятный лен, я ее залинковала. И в качестве альтернативы еще хочу вам предложить вариант шелковой рубашки. Выбирайте любое качество, которое вам больше нравится. Естественно, в шелковом варианте образ будет выглядеть чуточку более благородным, в неном более казуальный. И заметьте, что оттенок денима мы подбираем под стать нашей рубашки. Допустим, шелковая рубашка бренда Iris & Ink, кстати, она стоит порядка 62 евро, если я не ошибаюсь, я ее нашла на сайте The Outnet. Это стоковый магазин, где всегда можно найти хорошие, качественные находки. Итак, обратите внимание, что шелковая рубашка, блуза, зеленый оттенок имеет более светлый. И здесь мне бы хотелось выбрать деним более голубой, более светлого оттенка. А допустим, под льняную рубашку я бы все-таки рекомендовала выбирать более синий деним. Это не стопроцентное правило, просто если у вас есть варианты выбора денима, то выбирайте, учитывая вот такие нюансы оттенка цветов. И добавляем нейтральные белые базовые аксессуары. К примеру, это может быть вот такая сумка-мешок бренда Mango. Или, допустим, у тех же Mango, но более структурированная сумка. Оба варианта будут хорошо смотреться. И я бы рекомендовала добавить мягкие летние лоферы, тоже белые лоферы бренда Mango. Мне очень нравится, как лоферы сочетаются с рубашкой. Они из общей казуальной группы, поэтому такие элементы хорошо сочетаются между собой в одном образе. И сюда я бы еще добавила несколько трендовых аксессуаров, таких как золотая цепочка, небольшие серьги, просто чтобы расставить нужные акценты. Четвертая формула, и здесь мы с вами немного похулиганим, потому что как не сейчас, как даже как не летом, экспериментировать и пробовать. Пускай вы боитесь где-то ошибиться, но если вы не будете пробовать, то тогда вы не достигнете никаких результатов. И номер 4 образ, формула номер 4 образа, я рекомендую и все-таки буду настаивать, чтобы вы пробовали миксовать принты. Сейчас я вам показываю, как это выглядело на лучших фэшн-блогеров, фэшн-инсайдеров в инстаграм, и мы с вами сейчас будем вдохновляться их образами. Кстати, если вы до сих пор сомневаетесь, не знаете, от чего отталкиваться, у меня было на канале примерно 2 года назад видео с инструкцией, с основными правилами, как научиться миксовать принты. Я вообще считаю, что это одно из лучших видео на моем канале, в частности. Да и в целом, это одно из самых лучших обучающих видео в данной тематике в свободном доступе. Обязательно его посмотрите, если вы до сих пор его вдруг не смотрели. Потому что многое, что я сейчас буду объяснять, вам будет непонятно, если вы не смотрели то самое видео о миксовании принтов от Елены Галант. Итак, образ номер 1. Кстати, здесь у нас будет даже целых 2 образа, потому что я обожаю миксовать принты. Мне хотелось вам показать несколько вариантов, как это может выглядеть. Итак, к примеру, берем вот такую цветную юбку бренда H&M. Очень мне нравится вот этот женственный крой и правильная удлиненная миди-длина. И добавляем вот такую блузу. Обратите внимание, что если вы в целом смотрите на этих 2 принта, вы видите наличие тонких черных штрихов и в блузе, и в юбке. Это уже то, что будет их объединять. Плюс единый белый фон и сама тема флористики. Сама тема цветочного принта это уже то, что объединяет эти 2 принта. Итак, у нас есть тонкие черные штрихи, единый белый фон и тема, романтическая тема флористики. У нас уже достаточно оснований для того, чтобы соединить эти 2 принта в одном образе. Дальше добавляем любую нейтральную белую обувь и большую сумку шоппер. Мне сюда захотелось добавить именно большую сумку, чтобы она гармонично смотрелась с объемной юбкой, для того, чтобы этот образ можно было носить на каждый день. В частности, конкретно эта сумка шоппер бренда Manga. Второй вариант хочу вам показать совершенно в другом характере, скажем так, миксования принтов. Эта юбка H&M специально взяла плессированную юбку, потому что я знаю, что у многих из вас есть принтованные плессированные юбки в гардеробе. И в качестве компаньона я решила взять вот такую рубашку бренда Zara. Сейчас она продается у Zara, и если вы посмотрите опять же на эти 2 принта в целом, то у вас есть ощущение, как будто они немного перекликаются между собой. Есть наличие черных элементов в обоих принтах, и есть вот эта единая сатиновая атласная фактура вещей. Это то, что объединяет эти 2 принта и позволяет нам носить эти 2 элемента в одном образе, создавая ощущение вот такого необычного платья. И опять же, когда мы с вами говорим про какие-то тяжелые, непростые, сложные, стилистические трюки, всегда в аксессуарах лучше уходить в абсолютный минимализм. Здесь я бы добавила просто какую-то нейтральную сумку, которая держит, строго держит какую-то форму, и допустим обычные какие-то белые туфли, или мюли, или слайдеры, неважно что именно. И минимум аксессуаров. Опять же, могут быть просто серьги-квоздики, какая-то тонкая цепочка, ничего более, потому что у нас с вами идет достаточно мощный акцент на миксовании принтов, и в аксессуарах тогда лучше воздержаться. Пятая формула это акцентная юбка плюс базовые нейтральные вещи. Я думаю, что в гардеробе у многих из вас есть какие-то яркие принтованные юбки, акцентные юбки. И в качестве примера хочу взять вот эту потрясающую юбку в горошек от бренда H&M. Она настолько летняя, она настолько оптимистичная, что я мимо нее не смогла пройти, и решила взять ее как основу. И тут мы с вами добавляем абсолютно нейтральные базовые вещи. Вещи из базового гардероба. Обычная белая базовая футболка, просто какая-то хорошая белая базовая обувь и белая базовая сумка. Ничего здесь больше не надо. Если вам кажется, что недостаточно акцентов, если вам одного акцента в виде юбки мало, вы можете просто добавить еще какие-то акцентные серьги, которые будут перекликаться с юбкой. Хорошо, когда что-то в верхней части перекликается по своей форме, по своему рисунку или по своему цвету с низами. Именно поэтому я подобрала вот такие серьги. Кажется, это бренд Topshop, если я не ошибаюсь. В любом случае, я оставила ссылку в инфобоксе. И эти серьги как будто повторяют принт горошков на юбке. Шестой образ. Тут с вами мы поиграем в офисного сотрудника. Предлагаю взять трендовые бермуды, которые визуально похожи на очень укороченные брюки и какую-то нарядную блузу, статусную блузу, для того, чтобы подчеркнуть офисное настроение этого образа. Итак, в качестве примера я беру шорты бермуды, очень приличной офисной длины, которая немного прикрывает колено. Бежевые бермуды, наверное, вы вспоминаете о них. Я часто о них рассказывала. Это бренд Mango. И добавляем какую-то нарядную блузу. В качестве примера я взяла вот эту блузу бренда Mango с потрясающим таким большим бантом. Я понимаю, что она выглядит немного нарядно. Если бант вы не будете завязывать бантом, а оставите просто висеть два шарфика, два хвостика, тогда она будет менее нарядна. Но уже мне нравится вот это сочетание карамельного коричневого и яркого розового цвета. Добавляем нейтральные белые аксессуары. У нас с вами получается три якоря, три аксессуара. Сумка, ремень и обувь. И для того, чтобы не выглядеть слишком ольдскульно, всегда я предлагаю эти три элемента не выбирать в одном цвете. К примеру, как в данном примере, я предлагаю ремень сочетать с сумкой, то есть ремень и сумка белого цвета. А вот обувь я предлагаю, опять же, подобрать в цвет бермуд, то есть в цвет низа. И вот такой вот классный образ у нас получается. Кстати, специально подобрала обувь с закрытыми пальчиками, потому что мы с вами говорим об офисном стиле. Кстати, оставлю ссылку на эту сумку. Это бренд DKNY. Тоже нашла ее на сайте Day Outnet по очень хорошей скидке. Еще один вариант, скажем так, этого же образа. Это голубые шорты, дымчато-голубой оттенок, очень приятный, который я нашла на La Moda. Это бренд Lowa, кажется, если я не ошибаюсь. Рубашка-блуза, такая же нарядная блуза с длинным рукавом, белые элементы в виде ремня. Опять же, закрытые мюли и вот такая яркая сумочка. Захотелось все-таки немного добавить яркого акцента, учитывая, что по офису мы с вами не ходим с сумками. Поэтому вот здесь я себе позволила немного свободы. Вот такой образ у меня получается. Мне кажется, и с точки зрения силуэта, и с точки зрения цветового сочетания, очень симпатичный образ получается. И третий вариант этого же образа, более в пастельных, спокойных оттенках, если вы не любитель ярких, насыщенных цветов. Это шорты бренда H&M, плюс рубашка без рукавов с таким же шарфом. Такой крой-блузы называется Ascot. И добавляем нейтральную сумочку, кстати, это бренд La Mania, тоже нашла ее на La Moda. И мюли Алла Пугачева. И у нас с вами вот такой вот пастельный образ получается. Принцип работы точно такой же, как и в предыдущих двух, просто здесь мне захотелось уйти в спокойные пастельные оттенки. На тот случай, если вы не любите яркие цвета у лица, просто для того, чтобы вам показать, как это может симпатично выглядеть и в других цветах. И седьмая простая формула, очень трендовая и очень простая на лето 2020 года, это платье парашют, то есть большое ярусное платье, в котором можно пойти на обед и не думать, сколько порций вы себе будете заказывать. И тут есть два варианта. Первый вариант, если вы хотите уйти в такую максимальную трендовость, это добавить тяжелые сандалии или даже кроссовки это могут быть. Если вы все-таки любитель более изящных силуэтов, тогда выбираете босоножки на тонких перемычках. И у нас с вами два варианта, выбирайте любой из тех, которые больше по душе вам. Итак, конкретно беру вот этот образ с розовым платьем, кстати, это платье H&M, осталось оно в нескольких размерах, но возможно конкретно вам повезет, потому что платье сарафан очень классное, очень яркого цвета, но все-таки, опять же повторюсь, когда еще как не летом носите яркие насыщенные цвета. В качестве альтернативы вы вообще всегда можете на H&M найти хорошие сарафаны, ярусные, парашютные. Они этим летом подготовили большую коллекцию подобных платьев плюс-минус в разных оттенках, в разных фактурах. Кстати, практически всегда это хлопок. Нашла даже одно вот такое красное в шелке. Пишут, что это натуральный шелк. Или еще как вариант, допустим, у тех же Oysha есть подобное платье. В любом случае, все ссылки я оставлю в инфобоксе. Моя идея это то, что нужно найти ярусное длинное или средней длины платье, которое будет создавать легкий летящий эффект. Опять же, если вы не любитель ярких цветов, есть и хорошие аналоги и в нейтральном белом цвете, и в более пастельных оттенках. Оставлю все ссылки в инфобоксе. И добавляем сандалии на грубой платформе, просто чтобы усилить вот этот трендовый эффект. И вместительную черную сумку, все нейтральные черные цвета. И здесь же хочется добавить еще и большие черные очки. Вот такой простой седьмой образ у меня получился. Самое главное, чтобы у вас нашлось то самое платье-сарафан в нужном ярусном силуэте. Напоминаю о том, что ссылки на все показанные вещи вас ждут в инфобоксе. А вы пока что вспоминаете, какие из показанных вещей, какие образы вы сможете повторить, учитывая те вещи, которые есть уже у вас в шкафу. И обязательно пишите в комментариях, что из подобных формул вы уже носите на постоянной основе, а что планируете попробовать в ближайшее время. Всех обожаю, целую. Всем пока-пока. Хорошего солнечного дня. Рекомендую вам посмотреть предыдущее видео на моем канале, которое я посвятила теме реальной носибельной уличной тренды лета 2020 года. Я показывала много картинок уличной моды, рассказывала, что с чем можно сочетать, какие силуэты, какие фактуры. И в конце каждого пункта, конечно же, рассказывала, где можно купить за недорого эту вещь в масс-маркете. Если хотите продолжать смотреть это видео, кликайте сюда. И, конечно же, не забывайте кликать сюда, для того, чтобы подписаться на мой канал и больше не пропускать мои обновления.